Думаем с Сашей Найтиным таким вопросом. Вот эта большая-большая у него балка получилась. Ещё вчера я сказала, что она прогибается. Сейчас появилась трещина. И Саша говорит, что с обратной стороны сейчас посмотрим. Тоже трещина, но я не вижу с обратной стороны ничего. Где он её увидел? А, ну вот это, наверное, маленькое. Вот тут вот. Вот. И мы, короче, думаем. Я предлагаю добавить ещё одну опору. Вот сюда. Вот так. Со стеной состыковать, с остатком. На всякий случай, чтобы это, не дай бог, не рухнуло. Потому что... Потому что фиг его знает, с чего она сделана. Здесь вообще, вон, кирпичик подложенный. Деревяшечка. Блоки все кривые. Все блоки, короче, которые вынули из стены, решено не использовать для стен дома. Будем, короче, с ними крыльцо заливать. А для стен придётся покупать все блоки. Ну, явно же она, вот она, покипается. Короче, мы в раздуме. Аллечка, а сыночка ищет игрушки. Ты их с полу поднимаешь? Это змея? Шшшш. Она шипит, да? Ой, ты мой молодец. Да. Что это у неё? Это у неё медаль? Это медаль? У змеи, да? Да. Какая красивая у тебя змея. Красивая. Рассказывай нам про змею, про свою. Вот она. Она может приклеиваться. Ну, приклей на холодильник. Ой, змея висит. Ой, давай я приклею. Я тебе секрет покажу. Дай приклею. Мама показала секрет, как приклеивать. Смотри, видишь? Ой. Кто удачил? А, ты оторвал. А тебе приклеи ещё раз. Это мама так показала делать. А теперь так же делает. Ай, молодец. Поверни её личиком. Чё она у тебя попкой повернулась? Вот она, Мишина змейка. Ай, молодец, зая. Ай, молодец. Красота. Ой. Кто украл змею? Кто украл? А, Мишка украл. Опять будешь приклеивать. Да второй раз не надо уже облизывать. Не надо второй раз облизывать. Ай, приклеил. Опа. А где змея? Где наша змея? Ты мой хороший. Кто ты там? Я на вас. А зачем нам эти штуки? Укричи. В общем, Саша уехал за трубой, приезжает с тремя палочками. Я его бабушек подрезал. Да? Вот сюда вот так между уголками вставим. Да. И приварим, стянем как бы верхнюю часть, чтобы он не раскрылся. А в нагрузке. Ну, я почти поняла. Хотя он почти вряд ли... Короче, Саша сказал, что все не работает сегодня. Это он тиснул у бабушек. И он сказал, что это знак. Это значит, что я зря панику навожу. Ну, блин. Нифига себе зря. Смотрите, какая трещина. Сейчас я вам крупно покажу. Сейчас все усаживается. Ну, я же не мог посадить идеально ровно, чтобы она плотно проняла. Все равно страшно, согласитесь, страшно, когда она нависает и прогибается. А тут у меня Катюша. Катюша сегодня просто мега супер-фупер дочь. Как тут уточка будет? Как только будет, папа сразу объявит. Саша сварил сосиски. Когда они остынут, их надо будет убрать. И забыл. Как забыл? В смысле? Иди проверяй утки. Катя, хорошо, что ты зашла вовремя. А Катя, дай я про тебя договорю. Катя, вот, вот она там сорняки дергает. Да, браво. А я телефон вернула вроде. Мне просто нравится сорняки дергать, особенно с коней. У нас знаешь, сколько сорняков? На сегодня я устала. Ну, она, короче, самостоятельно нашу клумбочку подергала. Тут вообще уже сорняков почти не осталось. И думаю, Катя еще доделает, да, потом? Молодец. Умница, я очень рада. Катя сама вызвалась, я ее не просила. Просто я люблю дергать. Особенно тяпкой. Ты понимаешь, да, что это компромат? Чего? Что ты любишь дергать сорняки. Я только что засняла это. Да. Ну, ладно. В общем... Мне просто нечего было заняться. Пойдемте проверим утку, пойдем. Это я просто Кате телефон действительно конфисковала тут несколько дней назад за плохое поведение. И Катя сразу стала доброй, хорошей, улыбчивой. Телефоны – это зло. Ну что, как там наша утка? Не знаю, конечно. А, этих вообще не волнует. Мы у них на глазах. Как они плохой. Оу. Я думаю, что, готово, наверное, у нас, да? Не знаю. Ну, жира с нее натекло много. Так, думаю, уставать я не представляю. Я тоже. Ну, это ты придумал. Смотри, как, вкусно пахнет? Да. Можно я скажу? Давай. Помнишь, ты, когда отобрала у Лизы телефон, она сразу такая хорошая стала? Может, еще раз так сделать не надо. Предлагаешь еще и у Лизы отобрать? Да. Ну, чтобы она больше не морчала. Знаешь, помнишь, она тебе сразу с улыбкой все делала? А, хорошая идея. Ты тоже вот с улыбкой все делаешь. Ну, теперь я буду все время с улыбкой делать. Обещаешь? Да. Как только улыбаться перестанешь, телефон отбираю. Договорились? Не знаю, да или нет. Папа, ну что ты свои широкие плечи нам? Ну что, у Сталина походит, а ты беседешь. Ну что ты? С другой стороны мыши. Да. Вот. Вокруг она. Да. Да. Я же через соседнюю улицу. Тоже неплохо. А мы с Катей сейчас будем снимать отдельный ролик. Я скачала. Будем. Ножик тащи. Я скачала. Ну вот, я Катю снимала, теперь мне придется тебя снимать. Улыбайся в кадр. Короче, скачала приложение лайки, которое постоянно мне вылазит в рекламе. Типа, хочешь снять красивый ролик, но нет денег на косметику? Че-то такое. Типа, в приложении есть автоматическая косметика. Накладываешь губную помаду. Ой, Сашка, а можно мы тебя тоже накрасим? Ну, вот так вот, в лайке, ладно? Помадой. Да, губной помадой, румяной, под водочку сделаем. Вообще, Сашу тоже потом накрасим. Лесницы вот такие вот. А сейчас мы будем с Катей, короче, снимать. Попробуем на меня такую косметику наложить, на Катю. А? Бурлится еще. Бурлит. О, аккуратно, мама. Бурлит. Вот это уточка. Мускусная уточка. По-моему, все пропеклось. Тут, видишь, надрез. Я делала надрезы, чтобы она промариновалась, стучит. Я молодец? Молодец. Я не знаю, помогло ли это. Но Катя идет с ножом. Катя, пожалуйста, нож вперед не держи. Я запустила. Что? Что, самое трудное пропекаемое, это обычная грудка. Да, пропекла всем. Ой. Ой, там полона уже засохла. Да все, нормально-то. Сиди снижали меня. Кушать? Ага, смотри, как ты забыл. Или сначала ты на чердак полезешь? А какой чердак? Сейчас мы это унесем, принесем кастрюльку и поварежечку. Неси кастрюльку и поварежечку, папе. Шмолки, с дырками поварежка. А что, ты там бульон... Не, давай поварежку. Там же бульончик. И поварежку тоже. Там же... Там же, это, водичка была налита. Там не чисто жир, там вкусно. Не знаю. Просто как я ее... Не знаю, ты это придумал, ты и осуществил. Потому что я его под углом туда поставил, а потом сверху водичку дарил. Ты еще дарил водичку, а зачем? Нет, я не еще, а та, которая была, дарил. Я ее сперва оттуда вылил, в кастрюльку. Потом поставил противень и водички налил. Оригинально. Очень оригинально. Ну ладно. Я не полагал, что как-то так выделил. Короче, мы сейчас будем... Я надеялся, что она испарится, а она... Ага, куда она испарится-то? Туда еще добавилась жидкость. В общем, сейчас мы будем ужинать. Приятного аппетита нам и вам. Не смотри на нее голодными глазами. Тебе придется со всеми делиться. Короче, Саша полез на чердак. Ой, поснимай на чердаке, а? Покажи, что там у нас на чердаке. Саша. Ну, Саша, ну покажи. Хотите узнать, что у нас на чердаке? Я там ни разу не была, если честно. Вообще ни разу. О, Лиза мне виноградик достала. Это, не поверите, это винный виноград. Но мне он нравится. Да? Там больше сок. Ну, что там? Страшно? Так. А? Так, там. Там интересно. Что ты хочешь? Смотрите, ничего. Она слазить хочет с тобой. Ну, а что? В смысле? А она полезет, а ты следом. Это будет на твоей ответственности? Нет. Надеюсь, что совесть не подключится. Ну, что она? Не залезет, думаешь? Я влезет. Я думаю, она вот здесь слезет. Нет, я пустою на воду. Ну, ты ей поможешь? Не? Да она может не залазить на чердак, просто заглянет, да и все, да? Туда не залазь, папа говорит, там сложно будет слезти. Лезь давай, папа тебя берет. Ой, а это что у нас такое? Это вот что такое? Ну, вот это вот зеленое. Стримечка. А, это та, которая там стояла? Мы же ее сожжем? Пожалуйста. Сожжем, Саша, нет. Ну, не надо нам такую скамеечку. Зеленую. Сидеть буду. Куда? Нет, папа, лучше на дрова. Давайте, а я вас поснимаю. Лизка лезет на чердак. Смотрите, вообще не боится. Ты куда чесанула-то так быстро? Тебя папа не поймает, если что. Ну, вы даете. Давай. Ну, она весит, наверное, 50. Ну, не 50, 40 она весит. Что там? Интересно? А? А что выше не поднялась? Я вижу все. А, ну понятно. Все, удовлетворила любопытство? Слайдь аккуратно. Механизм? Какой-то механизм. Ну, может, что-то надо двигаться. Я тоже хочу посмотреть, что там, но я боюсь туда лезть. Мечта кота. Это рот кота. Кот слишком жирный, мне кажется, должен быть. В общем, короче, Сашка убирает сосиски. А еще он замазал раствором эту всю конструкцию наверху. Вот. Сказал, что, наверное, он мало туда раствора положил. Оно вместе с раствором-то не обвалится быстрее? Точно? Качели! Так мы же видео снимать собирались. Ну, пока у тебя заряжается телефон. Ну, иди. Только не запачкайся. Не запачкайся. Барин Михаил, видите, что делает? Во всем этом бардаке он разводится, чтобы по всему дому. Еще одна мечта. Завтра собираемся с Сашей еще напылить. Ну, в смысле, он напылит. А мы будем убирать. И уже пылить не будем в этой комнате. Будем пылить Катиной. Да? Короче, у нас месяц бардака. Катя? Катя переедет, наверное, к нам? Нет, в Мишину комнату. Либо сюда. Смотрите, сколько у нас сосисок. К нам почти. А что ты так много в один пакет складываешь? Пакет экономит. Ну, знаешь что? А потом как мы будем доставать? А потом будем экономить. Их еще подписывать надо? Папа. Мама. Да. Утка, купаты. А как мы потом... На запах будем определять, где какие купаты? Да, конечно. Когда они заморозены, ничего не видно. Утка, купаты. Лиза, надо будет подписать все пакеты. Я, между прочим, по пять штук складывала в пакет, чтобы потом определять, сколько мы достаем. Но я не хочу сама их складывать, они жирные. Убор.